Уважаемые коллеги, у меня доклад будет некоторым, может быть, охватит некоторые аспекты продолжения предыдущего доклада и будет посвящен Людмиле Яковлевне Каган и ее научному наследию. Дело в том, что в связи с рядом ремонтных работ, проводимых в институте, мы с коллегами разобрали несколько стеллажей и наткнулись на целую серию очень интересных рукописных материалов и документов, которые проливают свет на некоторые аспекты жизни и работы Людмилы Яковлевны. И я попробую в этой презентации несколько из них представить. Они замечательно иллюстрируют то, каким человеком замечательным была Людмила Яковлевна. И выражаю глубокую благодарность Михаилу Моисеевичу Кагану, который предоставил такие замечательные фотографии. Ну вот, многим известно, что Людмила Яковлевна закончила географический факультет и приехала из Москвы сюда, в Мурманскую область, работать в геологии, в геологическом институте тогда польского филиала Академии наук СССР. И вот здесь на фотографии мы можем видеть Людмилу Яковлевну у стен здания, в котором мы с вами находимся, и сзади разворачивается панорама Хибинских гор. Людмила Яковлевна в своей монографии отмечает, и очень справедливо, что вряд ли в будущем возможны и будут возможны исследования в таком объеме, как они проводились геологическим институтом в 60-е и 80-е годы, когда действительно очень большое внимание уделялось поисковым геологическим работам, и все эти работы финансировались соответствующим образом, что позволяло попадать в труднодоступные, то есть в отсутствие какой-либо внятной транспортной доступности регионы. Это в первую очередь побережья Польского полуострова, побережья Белого, Баренцева, Морей, и также центральную часть Польского полуострова, Панойская депрессия и другие очень интересные районы. И вот Людмила Яковлевна принимает участие в этих работах. Это изучение морских террас побережья Мореи, геологическая съемка. Вот здесь представлена фотография с участием Людмилы Яковлевны на реке Паной в четвертичных отложениях. Ну и вот, конечно, накапливается материал, и у Людмилы Яковлевны появляются вот такие интересные папочки. Одни из многих. Вот здесь, в частности, папка для бумаг, представлены систематические списки к диссертации. То есть Людмила Яковлевна начинает работу над диссертацией. Вот здесь представлено содержимое этой папки, то есть уже списки видов диатомии. И здесь, конечно, необходимо сказать о замечательных учителях Людмилы Яковлевны. Ну вот здесь представлена Зоя Владимировна. Она была и первым учителем, и руководителем дипломной работы Людмилы Яковлевны в ходе ее обучения на географическом факультете в ММГУ. И Анастасия Пантелеймоновна, конечно, которая очень хорошо поддерживала Людмилу Яковлевну и при написании кандидатской диссертации, и стала ее официальным оппонентом. Ну вот здесь, в частности, приведена фотография записной книжки, где вот как раз Анастасия Пантелеймоновна записан рукой Людмилы Яковлевны на ее адрес. Ну и вот такое очень интересное письмо, датировано 1973 годом. Анастасия Пантелеймоновна пишет его к Людмиле Яковлевне, где приводит целый ряд пожеланий и замечаний к ее диссертационной работе в такой очень-очень мягкой, очень доброжелательной форме. Она их даже не называет замечаниями, она их называет пожеланиями и рекомендует вот ей не торопиться и сделать, проделать эту работу над ошибками, сделать эту работу лучше. Вот. Это 1973 год. Ну и вот закономерный итог, из него Яковлевна защищает диссертацию в 1975 году на тему комплексы диатомей морского плестоцена Польского полуострова, палеоэкология, стратеграфическое и палеогеографическое значение. Ну вот здесь, да, представлены ее научный руководитель и официальные оппоненты. Ну и, собственно, вот сам автореферат диссертации. После защиты диссертации Людмила Яковлевна продолжает сбор материала, и вот в том числе и это потребовало от нее участия в так называемых загранплаваниях. Для этого ей требовалось собирать огромное количество различных документов, получать допуск к такого рода экспедициям. То есть вот они должны были, эти документы подписываться, в числе прочего, секретарем Кировского горкома КПСС. И, собственно, председателем Президиума Кольского научного центра, секретарем Пархома, председателем Пархома. То есть очень сложно было оформить все эти документы, но, тем не менее, это вот удавалось сделать. И затем начинается очень важный этап, о котором говорила Татьяна Ивановна. Людмила Яковлевна переходит уже с 93-го года в Института проблем промышленной экологии Севера. И ей приходится осваивать уже все, что связано с экологией и с биологией. И вот у нее появляются такие интересные тетради, с которыми словарь, например, биологических терминов, где Людмила Яковлевна выписывает все, что связано с биологией, с экологией, с процессами, происходящими в системах, то есть набирает терминологическую базу. То есть это свидетельствует о том, что ей пришлось получать, можно сказать, дополнительное образование, помимо геологического и географического, еще и экологическое, с чем она, собственно, и успешно справляется. Вот здесь представлен коллектив лабораторий водных экосистем. Вот Татьяна Ивановна, заведующая лабораторией. И вот Людмила Яковлевна мы здесь также можем видеть. Вот Андрей Шаров и другие члены коллектива. Ну вот и Татьяна Ивановна представляла, насколько важная работа выполнялась в лаборатории по реконструкции кислотно-щелочных условий, по реконструкции величины ПАЖ. И вот тоже у Людмилы Яковлевны описано все, что связано с этим показателем, то есть что он собой представляет, какие существуют диапазоны, то есть для того, чтобы реконструировать этот показатель и чтобы оценивать, какие существуют диапазоны и диапазоны толерантности диатомовых водорослей. Кроме того, она, конечно же, и занимается тем, насколько являются устойчивые диатомии к загрязнителям, собирает информацию по их устойчивости, по их экологии. И тут, конечно, хочу обратить ваше внимание на очень важные выдержки из биографии, которая, у Людмила Яковлевна составила в 96-м году. Вот здесь она как раз отзывается о том, что дала ей вот эта работа, этот переход из биологии в экологию. Успешному проведению работ способствует предыдущий опыт и общение с зарубежными коллегами в рамках совместных с институтом программ. И очень также важным моментом является, который определит то, что случится в будущем, это что в настоящее время появилась возможность передачи накопленного опыта и знаний молодым сотрудникам института. Кроме того, конечно, надо понимать, что в то время было довольно сложно получить допуск к современной таксономической литературе. И вот Людмила Яковлевна собирала различную информацию по экологии, по биологии диатомов-водорослей. И вот есть такой даже у нее рукописный определитель, где вот присутствуют вкладочки с названием видов, и она делает зарисовки и описывает основные морфологические признаки диатомов-водорослей, чтобы было проще их определять. И, что тоже очень важно, указана и экология этих видов. То есть такой вот очень интересный рукописный определитель. Ну и вот то, что отмечала Татьяна Ивановна в своем докладе, вся вот эта вот богатство накопленных знаний и полученные новые знания по экологии позволили ей участвовать в различных европейских грантах. То есть тут можно видеть, что сравнительно молодой институт, институт проблем промышленной экологии, был широко известен вот в Европе, как одно из учреждений, участвующих в этом проекте. И вот здесь можно видеть на этой карте два озера, как раз одно из них, в Чунок-Ундрах, труднодоступное, до которого 18 километров. Вот здесь с этим материалом и с диатомовыми комплексами из этих озер работала Людмила Яковлевна. И вот здесь приведены диаграммы изменения различных групп диатомовых по отношению к ПАЖ. Поэтому Людмила Яковлевна, конечно, получила известность как высококлассный специалист мирового уровня, и ей приходили приглашения для участия и в международных диатомовых симпозиумах. В частности, вот это 14-й диатомовый симпозиум, который состоялся на базе диатомового института в Токио, в Японии, и вот Людмила Яковлевна на него была приглашена. Ну вот циркуляр такой тоже имеется. У нас из него следует, что в этом симпозиуме принял участие присутствующий здесь Андрей Юрьевич Гладенков. Да, и Людмила Яковлевна также хотела туда поехать и пытались найти финансирование. В частности, вот Татьяна Ивановна писала письмо с просьбой оказать финансовую поддержку в Институт открытого общества. Но, к сожалению, из найденных нами материалов следует, что все-таки не удалось получить требуемое финансирование и Людмиле Яковлевне поучаствовать в этом вот симпозиуме. Также поддерживаются контакты с кафедрой ботаники Санкт-Петербургского государственного университета. Ну вот здесь вы можете видеть как раз по центру Людмилу Яковлевну, Татьяну Федоровну Козыренко и Нину Ивановну Стрельникову. Ну и также остальные, предположительно, это, видимо, студенты и аспиранты на семинаре кафедры. И очень важный аспект, за которым хотелось бы остановиться, это создание Людмилы Яковлевны коллекции диатомбовых водорослей, которая сейчас находится в нашем институте в Польском научном центре. Ну вот об этом говорила уже Анна Михайловна. Вот здесь представлена карта, и можно видеть, каковы масштабы, какова география. Тех объектов, которые являются сейчас частью этой коллекции. Ну, видно, что большая часть относится, конечно, к Мурманской области. Материал очень разнотипный. То есть здесь присутствуют и плестоценовые морские диатомии, и плестоценовые пресноводные, и галоценовые морские, и очень много современных. То есть это все, что было проделано ей в геологическом институте, и потом дополнено современными материалами в ходе работы уже в институте проблем промышленной экологии Севера. Ну, коллекция задумывалась как такой пул, как аккумуляция всей накопленной информации по диатомиям Евро-Арктического региона. И создание этой коллекции, конечно, предполагало то, что все эти материалы будут собраны, систематизированы, описаны и, конечно, опубликованы. И здесь, конечно, огромную поддержку оказал Каган Михаил Моисеевич, причем это было связано, как вот Анна Михайловна говорила, с помощью в аналитических процедурах, в подключении математического аппарата. Но и очень большое значение имела еще и техническая сторона вопроса, которая также очень интересна. И я о ней тоже несколько слов скажу. Ну, и большую поддержку оказал Людмила Яковлевна и Щукашулин Николай Александрович, который долгое время возглавлял лабораторию водных экосистем. Он всегда к ней очень хорошо относился, поддерживал и оказал не только финансовую помощь в закупке всех необходимых материалов для оформления коллекции, но и также он и оказывал моральную поддержку, потому что он понимал, что создание такой коллекции и ее нахождение в институте – это очень важный этап для развития лаборатории и палеоэкологического направления в целом. Ну и вот некоторые технические моменты. Это вот несколько иллюстраций из видеосюжета, который отснял Михаил Моисеевич, как проводилась работа над коллекцией. Дело в том, что в ходе организации этих работ выяснилось, что кейсики, которые были закуплены для хранения слайдов биатомовых, они соответствуют не всем форматам покровных стекол. И вот им пришлось вручную и с помощью различных инструментов подгонять размеры пазов вот в этих коробочках для того, чтобы стекла туда входили. Это тоже, в общем-то, огромная была проделана работа, но, тем не менее, она была успешно завершена. Причем работа проводилась не только, собственно, с самими кейсами для хранения, но и обрабатывали стекла. И вот здесь Людмила Яковна показывает, как это все происходило. Но в итоге коллекция была создана. Вот таким образом она выглядит. Это, собственно, монография, которая была издана с описанием коллекции. Конечное название она получила «Диатомовые водоросли евроарктического региона». Аннотированная коллекция. Древние, современные, морские и пресноводные. Ну и в том же самом 2012 году коллекция вошла в состав гербария института. И на то время насчитывала более 2,5 тысяч единиц хранения. И, собственно, сам гербарий зарегистрирован в международной базе Миндекс Гербариору и имеет соответствующий окрон. И в 2017 году этот гербарий прошел регистрацию в качестве уникальной научной установки. И также получил соответствующий номер. Ну, дальнейшее развитие этого направления связано с учениками и последователями, продолжателями дела Людмила Яковна как в экологии, так и в биологии. И вот здесь они представлены. То есть тут не только те, которые имеют дело непосредственно с диатомовым анализом, но и вообще имеют отношение к палеоэкологическому направлению. Ну и поэтому коллекция продолжает свое развитие, накапливается новый материал. Также ведутся работы под усовершенствованием методики очистки диатомовых водорослей от вмещающего материала. И мы добились в этом отношении определенных успехов. Сейчас получаем достаточно рафинированный материал. И надо отметить, что к 2022 году на этот момент уже коллекция насчитывает более 4,5 тысячи единиц хранения. И помимо слайдов диатомовых, материал также хранится еще и в порошкообразном виде. То есть вот этот рафинированный материал, который может быть использован для сканирующей электронной микроскопии в том числе, закупаются новые коробочки для хранения слайдов. Но одновременно с этим хранится и вот такой вот материал, который в дальнейшем можно использовать как для изготовления слайдов, так и для других задач. Ну и, соответственно, он же позволяет этой коллекции производить обмен с другими организациями для того, чтобы изучать диатомовые водоросли. Ну и огромное количество этого материала еще также побудило к созданию вот такой вот базы данных, которая называется «Водоросли евроарктического региона». Здесь представлена ее основная схема, и можно видеть, что помимо, собственно, пробдонных отложений, четвертичных отложений, то есть диатомовых водорослей, сюда вошли также еще и современные ольгоцинозы, которые включают и другие группы помимо диатомовых. Ну и эта база сейчас, в общем-то, используется нашей лабораторией, пока она для внутреннего пользования, но она очень серьезно облегчает нам жизнь и аналитическую работу в этих направлениях. Ну и нам удалось эту базу зарегистрировать, то есть проведена процедура государственной регистрации этой базы охранения авторскими правами с присвоением номера. Ну и вот здесь мы можем видеть вот этот вот стеллаж. Здесь оранжевые коробочки – это как раз основа коллекции, то, что создавали Людмила Яковлевна. Здесь вот беленькие и серенькие – это то, что вот мы уже начинаем ее расширять и пополнять. Ну, каковы возможности базы данных? Ну, в первую очередь, конечно, хранение систематизации данных, обеспечение удобного вноса и оптимизация аналитической работы. Ну, отдельные элементы выполнения сравнительного анализа при комплексных экологических исследованиях. Надо сказать, что в этой базе даже существуют определенные перспективы развития, потому что в дальнейшем нам бы хотелось туда еще включить какую-то информацию о факторах среды, чтобы это было… чтобы это облегчило возможность анализа влияния факторов на различных факторов среды, на развитие диатомии. Ну, и в завершении можно сказать, что таким образом можно видеть, что Людмила Яковлевна и был создан мощнейший фундамент для развития диатомового анализа в Кольском научном центре. То есть сейчас работа ведется по многим направлениям. Это и полиоргологические различные работы, развитие и ведение коллекций с соответствующей информационной поддержкой, и исследование также и современных диатомового сообщества, исследование биоразнообразия. Ну, и определенная, конечно, работа ведется в подготовке научных кадров высшей квалификации, поскольку существуют уже ученики, ученики, учеников, поэтому можно в какой-то степени говорить действительно о существовании, как мы ее сейчас условно называем, северной школы диатомологов. Благодарю за меня. 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 Благодарю за меня.